Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! Одним из самых распространенных симптомов в медицинской практике считается повышение артериального давления. Нужно сказать, что это повышение артериального давления встречается как самостоятельное заболевание, тогда оно носит название гипертонической болезни, или это симптом гипертензии. Кому сегодня неизвестны признаки повышенного артериального давления, которое связано или с физической, или с эмоциональной нагрузкой. Резкая головная боль в затылочной области, это неприятные ощущения в области сердца, покраснение кожных покровов лица, и, конечно же, слабость и чувство дискомфорта в области сердца. Прежде считалось, что гипертоническая болезнь является приоритетом для лиц пожилого возраста, и это связывалось всегда с атеросклеротическим поражением кровеносных сосудов. Но в настоящее время очень часто регистрируется гипертоническая болезнь у лиц молодого возраста. Как правило, это люди приходят к врачу, и заболевание выявляется совершенно случайно, когда им измеряют артериальное давление, и обращаются они к врачу совершенно по другому поводу. Тем не менее, гипертоническая болезнь иногда протекает бессимптомно, и в этом ее коварство, но характерным для нее является это частое обострение в виде гипертонических кризов, и что самое печальное, это осложнение в виде сосудистых катастроф, таких как инфаркт миокарда или же инсульты. Как сохранить качество жизни при наличии повышенного артериального давления? Мы об этих проблемах сегодня и поговорим в областном кардиологическом центре. Сегодня моим собеседником будет областной кардиолог, заведующий кардиологическим центром Николаевской областной больницы, кандидат медицинских наук Александр Владимирович Шабельянов. К нему я сейчас и направляюсь. Александр Владимирович, здравствуйте. Чтобы не вдаваться в какие-то наши патогенетические проблемы, мне бы хотелось, чтобы Вы в популярной форме для наших телезрителей обозначили, в чем существенная разница между симптомом артериальной гипертензии и гипертонической болезни. Имеет ли это вообще существенное значение для наших телезрителей или потенциальных наших пациентов? Имеет, конечно. Почему? Потому что симптом артериальной гипертензии, это повышение артериального давления до выше цифр целевых 140 на 90 и выше. После какого-то события, например, психоэмоциональная нагрузка, чрезмерная физическая нагрузка, злоупотребление алкоголем, бессонная ночь, проведенная с сигаретой. А вот гипертоническая болезнь, это уже, по определению ВОЗ, это стойкое повышение артериального давления. То есть симптом, он может уйти. Было повышенное давление, и человек успокоился. Или, скажем так, поменял образ жизни, и артериальное давление стабилизировалось и стало нормальным. А вот гипертоническая болезнь, это уже стойкое повышение артериального давления, независимо от уже тех факторов риска. Это просто дальше уже, как обострение они идут. Но это повышенное. То есть разница есть. И дальше идут поражения органов, мишеней, сосуды сердца, головного мозга, почек и так далее. Ну вот скажите, в норме вот такое ситуационное повышение артериального давления, скажем, у спортсменов после физической нагрузки, у них же повышается давление, как и частота пульса, правильно? Бывает, и это нормально. Если не повышается артериальное давление, не повышается частота пульса, нужно разбираться, почему это произошло. То есть в норме у здорового человека на физическую нагрузку повышается артериальное давление. Но после прекращения физической нагрузки оно должно через 5 минут прийти к исходному уровню. Кстати, это является и критерием для спортсменов, как быстро восстанавливается артериальное давление после нагрузки. Ну вот мы сейчас сказали, или как бы нацелили наших пациентов на то, на что нужно обратить внимание, так? А вот скажите, для врача, к которому приходят пациенты, имеет значение в плане дифференциальной диагностики? И какие затраты необходимо понести пациенту для того, чтобы установить истину? Насколько это сегодня доступно? Значит, если уже проводить глубокое обследование, или то, которое человек нуждается, если впервые у него повысилось артериальное давление, там есть определяется симптоматическая артериальная гипертензия, эссенциальная, без причины, которая есть. Конечно же, нужны какие-то дополнительные исследования. В принципе, для того, чтобы поставить диагноз артериальной гипертензии или гипертонической болезни, нужен только тонометр измерения артериального давления. То есть, если пациент случайно измерил сам, или была какая-то ситуация, что ему измерили артериальное давление, и оно повышено, он обращается к врачу, и для того, чтобы установить истину, это нужно 2-3 раза измерить артериальное давление в течение месяца. И определиться. Да. Либо оно было связано с той ситуацией, которую я сказал ранее, и оно нормализовалось, и не подтвердилось, либо оно подтверждается, даже когда человек исключил те факторы риска, которые должны быть. Вот тогда врач уже будет определять. То есть, на начальном этапе затрат практически нет, никаких. Пациент должен обратиться к врачу. Вот это же очень важно, когда все лежит на поверхности, скажем, да, и все здесь очень просто. Главное, чтобы измерить давление, проконтролировать, промониторить и определить эту зависимость, да, насколько это серьезно. Потому что, мне кажется, обывательское мнение такое, что часто мы не обращаем на это внимание, а за этим, в общем-то, как бы кроется более серьезная причина. Ну и вот еще, касаясь обывательского мнения, часто люди, вот при этой ситуации, пользуются советами тети Маши, соседки, да, по квартире и так далее, и тому подобное, что нужно принять таблеточку, которая ей помогает. Вот в этой связи, что бы Вы могли все-таки посоветовать нашим телезрителям, какая тактика должна быть, если у Вас уже возникли какие-то ситуации неблагоприятные? Значит, это самая распространенная ошибка, что кто-то даст совет, вот я приму такую-то таблетку, которая помогает соседу, соседке и так далее. То есть нужно помнить, что все медикаменты и каждый организм это индивидуален. И какая будет реакция на прием того или иного лекарственного средства, предугадать очень трудно. Если есть повышение артериального давления, то все-таки лучше обратиться к врачу и посоветоваться, ну сейчас у нас, слава богу, есть семейные врачи, врачи, которые назывались участковыми, ну то есть посоветоваться со своим врачом. Но бывают ситуации, когда резкое повышение артериального давления и возможно, возможно, вот этот вот совет, что принять ту таблетку, которая снижает резко, есть определенные препараты, которые быстро снижают артериальное давление до приезда там скорой помощи, потому что лучше вызвать скорую помощь и обратиться к специалисту. Но пока до приезда можно принять препарат, который поможет немножечко снизить артериальное давление. Ну вот сейчас вы сказали о той категории людей, которые, допустим, уже знают, что у них гипертоническая болезнь, и да, здесь целесообразно именно принять ту таблетку, которую вам уже была предназначена и так далее. А я как раз говорю о тех, кто впервые сталкивается с этим, что действительно нельзя уповать на авторитет соседки, которая очень хорошо помогает, потому что все индивидуально, правильно? Обратиться только к врачу. Да, потому что на сегодняшний день мы руководствуемся определенным алгоритмом и обследованием и так далее. Вот для постановки диагноза, кроме тонометра, что еще целесообразно, особенно я имею в виду лиц пожилого возраста, так сказать, какие еще нужны исследования ему пройти? Обязательно электрокардиограмма, обязательно консультация окулиста, посмотреть сосуды глазного дна, консультация невролога, и дополнительно, то есть обязательно анализ, общий анализ крови, мочи, что самое простое, и обязательно проверить глюкозу крови, ну, сахар крови проще. А дальше, может быть, это уже врач посоветует какие-то дополнительные, может это будет и компьютерная томография, и МРТ, или там дополнительные какие-то биохимические исследования, но это уже, если есть какая-то патология, которая вызывает тревогу именно у лечащего врача. А вот самые простые и самые первые и обязательные обследования, это электрокардиограмма, повторюсь, исследование сосудов глазного дна, консультация невролога, может быть, эхокардиография, вот, то есть УЗИ сердца и анализ крови, мочи, кроме сахара. Да. Ну и, конечно же, каждый человек в этой ситуации, вот то, о чем Вы сказали, что, ну, первое, что я хочу тоже почерпнуть, что это не затратное мероприятие по диагностике, скажем даже так, да, ну, на определенном этапе, да. Вот. И самое главное, каждый человек должен учитывать свой возраст, образ жизни. Так ведь? Что влияет или способствует этому? Мы начинаем, и вот по, Вы упомянули, алгоритмы, протоколы лечения. Конечно же, лечение артериальной гипертензии, гипертонической болезни, оно начинается с изменения образа жизни. То есть, так называемые немедикаментозные методы лечения. То есть, только при определенных цифрах стойких повышения артериального давления, то есть давление 160 на 100 и выше, тогда подключается медикаментозное лечение, если не помогают немедикаментозные методы лечения. Но, опять же, каждый человек должен для себя определиться. Будет он злоупотреблять алкоголем, будет ли он курить и дальше, и принимать таблетки. Может быть, проще отказаться от сигареты, да, и уменьшить потребление препаратов, и иметь нормальное артериальное давление, чем продолжать курить и пить таблетки одновременно. Вот, там малоподвижный образ жизни, то есть, физические нагрузки должны быть. Очень большое значение имеет, ну, употребление соли. То есть, человек, который употребляет много соли, если нужно уменьшить, обязательно будет повышение артериального давления. Ну, и проверить, конечно же, нужно щитовидную железу. Ну, это дальше уже идет, опять же, то, о чем вы говорите, алгоритм обследования. Для начала, все-таки, нужно самому определиться. Может быть, проще и более дешевле поменять образ жизни, чем глотать таблетки, которые, ну, необходимо. Я хочу, здесь, я думаю, уместно сказать, я не помню, кто из великих и популярных таких писателей выразил очень остроумное мнение, что вот как человек, который не может отказаться от вредных привычек, которые, собственно, приводят, он его сравнивает с тем человеком, который берет дубину, стукает себя по голове, а после этого принимает обезболивающие таблетки. Понимаете, вот точно так же, то, о чем вы сказали, что прежде всего нужно упорядочить свой образ жизни, убрать те причины, которые к этому приводят, меньше скандалить, да, уменьшить свою, так сказать, экспрессию в этом плане эмоциональную, а только благоприятные эмоции должны быть, созерцание природы, видов искусства и так далее. Совершенно. Музыки, обязательно воздействие, это все, как говорится, факторы, которые ничего дополнительно не требуют, но качественно влияют, в общем-то, на состояние. Ну вот еще раз давайте вернемся к той проблеме, я думаю, что она сегодня и затрагивает вас, и вы с этим сталкиваетесь, что если раньше существовало мнение, что это только атеросклеротическое поражение сосудов, влечет за собой обязательно гипертонию, а мы сегодня мы сталкиваемся с молодыми людьми, у которых также и проявляется гипертоническая болезнь. Вот почему такой вот появился сегодня дисбаланс в сторону омоложения, заболевания? Ну, вопрос и простой, и очень сложный. Почему? Потому что, ну, изменилась вообще образ жизни, то есть мы… Ритм, ритм, в общем-то, да. Это все сейчас, ну, изменилось, нет той размеренности, которая была раньше, вот, плюс экология, питание, самое главное поменялся ритм жизни. Вы правильно акцентировали внимание, мы не сказали одно, сколько же пациентов с артериальной гипертонии… Распространенность, да. Такая распространенность, значит, от 35 до 40 процентов. Это почти каждый второй или каждый третий? Вот, у нас в области более 300 тысяч, 387 тысяч страдающих артериальной гипертензией или гипертонической болезнью. Вот, вопрос такой, что на сегодняшний день гипертоническая болезнь или гипертония, она определена как неинфекционная эпидемия. Величайшая, всемирная, это весь мир поражен вот этим заболеванием. И чем страшна? Тем, что серьезные осложнения, вот, инсульты, инфаркты, миокарда, заболевания почек. Ну, к этому вернемся еще. Вот, как раз вы сказали, что, да, это почти эпидемия, а вот какие предпосылки, кроме ритма жизни, нагрузок, психоэмоциональных, физических и так далее, как влияет качество питания на развитие вот гипертензии, избыточный вес, который мы часто наблюдаем и так далее, и тому подобное. Это взаимосвязанные вещи? Это взаимосвязанные вещи. Есть определенные факторы риска, о которых я, ну, сколько уже сказал несколько раз, мы повторяемся об этом, и будем и дальше повторяться, и мы будем об этом говорить. Вот почему? Есть факторы риска, которые мы не можем корректировать. Это наследственность, это возраст и это пол. Мы же не можем поменять, да, как-то пол там или... А, кстати, как взаимоотношения между мужчинами и женщинами? У женщин чаще. Чаще. Чаще, к сожалению, бывают артериальные... Это генетические предрасположения? Это генетические предрасположения, да. Особенности анатомии, физиологии? Конечно. И очень часто у пациентов, у которых прослеживается мама, папа, дедушка, бабушка, если они были гипертенцией. Наследственность. Наследственность. Это тоже те факторы, на которые мы повлиять не можем. Но есть факторы, на которые мы можем повлиять, которые очень влияют на развитие или факторы риска артериальной гипертензии. Это прежде всего, правильно вы сказали, избиточный вес, злоупотребление алкоголем. Это малоподвижный образ жизни. Это особенно, особенно везде, вообще для сердечно-сосудистых заболеваний, курение. Повторюсь, курение. И характер питания. Я уже сказал, что злоупотребление солью имеет большое значение для развития артериальной гипертензии. В отношении питания я хочу сказать, опять же, сейчас не буду приводить именно фамилию автора. По-моему, Марк Твейн сказал по этому поводу, что человек такое существо, что он привык не отказывать себе в удовольствиях, во всякого вида. И в том числе в еде. И дает мудрый совет. Очень трудно его воплотить в жизнь, что есть нужно то, что тебе не нравится, пить нужно то, что тебе не очень нравится, и делать все то, что тебе не совсем тоже нравится. То есть, не надо увлекаться. А мы очень любим себя и настолько себе не отказываем во всем. Вот вы даже сказали про соль элементарную. Казалось бы, да, вот щепоточка соли и все, не надо пересаливать пищу. Потому что это чревато. Натрий хлор приводит именно к тем вещам, о которых мы сегодня с вами говорим. Но без соли жизни нет. Нет, но умеренное количество. Если сказать, что вот бессолевая диета, это неправильно абсолютно, потому что начнутся другие проблемы. Совершенно верно. Но когда человек имеет привычку, не пробуя пищу, добавлять соль. Да есть такая категория людей. Вот здесь, конечно, и мы часто сталкиваемся с тем, что назначаешь препараты, все вроде попробовал, самые дорогие. А артериальное давление, оно не снижается. Когда начинаешь разбираться более детально, вот человек вроде бы и физкультурой занимается, и плавает, и вроде бы вес у него, и спит, что он нормально, и не злоупотребляет алкоголем. Оказывается, он просто любит очень соленую пищу. Соленую, острую пищу, да. И здесь причина, когда снижается питомление, и снижается артериальное давление, уже меньшее количество препаратов нужно для этого. Ну вот, говоря о гипертонической болезни, ну, наверное, те, кто страдает ею, они знают, что она чревата тем, что это хронически протекающее заболевание, с частыми обострениями. И в частности, вот гипертонический криз. Ну, тут не надо говорить особенно, что вызывает криз, правильно? Да, это те запороговые какие-то нюансы, которые вообще присущи нашей жизни, особенно сейчас. Вот как должен вести себя человек, у которого случается гипертонический криз и до приезда врача, или до посещения врача? Ну, я отвечу на ваш вопрос, но я хотел бы сказать, вы правильно сказали, отметили, что гипертоническая болезнь – это хроническое заболевание. И самая большая ошибка пациентов, и чего греха таить, иногда и врачей, ну, редко, но это бывает, что человек начал принимать препараты, давление артериальное стабилизировалось. И все считают, что вот мы вылечили, и все нормально, и прекращается прием препаратов. По тем или иным причинам. Но чаще всего, особенно молодые пациенты, они прекращают прием препаратов, потому что считают, что они уже здоровы. Но, повторюсь, и повторю снова и вас, то, что вы правильно абсолютно сказали, что это хроническое заболевание, которое развивается длительный период. Только лишь симптоматическая гипертензия, если там, не дай бог, воспаление почек, да, и сразу появилась артериальная гипертензия. А так этот процесс развивается очень медленно, длительно. И мы пытаемся снизить давление, и организм должен к этому привыкнуть, к низкому артериальному давлению, потому что система так устроена, что будет стремиться повысить это давление, несмотря ни на что. И если мы прекращаем прием препаратов, вот тогда возникают гипертонические кризы, о которых вы сказали. Бывают разные ситуации. Перемена там погоды. Это тоже есть люди, которые чувствительно... Метежелисимость, да. Да, бывают стрессовые ситуации. Бывают различные жизненные... Мы же не можем, это же не стерильное какое-то общество, или мы не живем в каком-то замкнутом пространстве. Мы же находимся в обществе, и все может быть. Но если мы под защитой препаратов, то гипертонические кризы... А это что такое гипертонические кризы? Это обострение. Это резкое обострение. Резкое обострение хронического заболевания. Вот оно возникает реже. Но у пациента, который страдает гипертонической болезнью, у него есть набор, или должен быть набор препаратов, которые врач ему должен подобрать, и подсказать, что ему больше помогает. Это может быть каптоприл, может быть фенигидин, может быть другие какие-то препараты, которые до приезда скорой помощи. Может быть это даже таблетка нитроглицерина, если больной страдает еще дополнительной ишемической болезнью сердца, которая поможет снизить артериальное давление. И почему? Потому что резко мы тоже не можем снижать, или нельзя снижать резко. Но уменьшить эти цифры, пока приезда скорая, это можно. Поэтому каждый пациент должен посоветоваться с своим врачом, лечим, и иметь в арсенале те препараты, которые помогут ему купировать гипертонический кризис. Вот если я вас правильно понял, что существует у нас с вами понятие базисной терапии, да, вот это то самое непреложное правило, при котором больному, это не только при гипертонической болезни, необходим постоянный прием препаратов. В данном случае то, о чем вы сказали, то есть пролонгированного гипотензивного средства и так далее. И вот как раз вот дальше нарушают, конечно же, то, о чем вы говорите, прекращают прием. И тогда может произойти то, о чем чаще всего мы, чем мы обеспокоены. И вы в своем отделении в том числе, когда периодически скорая помощь доставляет сюда больных. Вот об этой категории больных, которые тоже должны знать, чем чревата гипертония и чем чреваты вот эти частые кризы. Гипертонический кризис и вообще гипертоническая болезнь опасна развитием своих осложнений. Самые грозные – это инфаркт миокарда и инсульт. То есть сосудистые катастрофы, о которых мы много-много раз говорим. Говорить о том, что все знают, что такое инфаркт. И не дай бог, у кого-то в семье есть пациент, который перенес ишемический, или геморрагический инсульт после гипертонического криза. И вот это самое страшное. И вы правильно акцентировали внимание, что нет курсового лечения гипертонической болезни. Повторюсь еще раз, нет пожизненно. Потому что все знают, что если есть сахар, сахарный диабет, все принимают таблетки, диету, и все вроде бы как знают. Но по сравнению с гипертонической болезнью процент пациентов с сахарным диабетом это ни в какое сравнение не идет. Это цифры несоизмеримы. Каждый должен знать свое артериальное болезнение. Точно так же, как сахар и холестерин. Александр Владимирович, так я полагаю, время нашей беседы, мне хочется надеяться, что она прошла небеследно для наших телезрителей и вызвала определенный интерес. А еще лучше, если она вызовет какие-то вопросы, и вы сможете их задать, мы напишем, по какому телефону вы можете позвонить. Я признателен вам за то, что вы выкроили время и провели с нами эти полчаса. Я думаю, что из ваших уст прозвучали довольно убедительные советы нашим телезрителям, у тех, у кого, слава Богу, еще нормальное давление. Но не забывайте, что все течет, все меняется. С возрастом меняются наши параметры и возможности. С возрастом мы приобретаем все, кроме здоровья. Помните, дорогие, об этом. И помните о том, что в ваших руках лежит качество вашей жизни. Александру Владимировичу я сегодня провел это время. Я еще раз напоминаю, это областной кардиолог и заведующий кардиоцентром областной больницы, кандидат медицинских наук Александр Владимирович Шабельянов. Вам еще раз большое спасибо. С вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь. До свидания. Берегите себя. Благодарю за внимание.